Маленькая страна. По таким названиям сегодня в столице Чувашия прошел детский творческий конкурс. В концертном зале музыкальной школы номер 3 собрались, пожалуй, самые маленькие исполнители республики. Повысить интерес к занятиям музыкой, разбудить фантазию, развить творческие способности детей. Такие цели ставит перед собой открытый республиканский конкурс «Маленькая страна», приуроченный к Дню защиты детей. Дети со всей республики приезжают на этот конкурс со своими сказками. Которые сочиняют сами со своими родителями. И эта творческая фантазия объединяет всю семью. А ребенок в это время играет на своем инструменте, наполняя образы определенным смыслом. Особенность этого конкурса в том, что дети играют несколько музыкальных произведений, объединяя эти произведения единым смыслом. И на этой основе они сами сочиняют сказки. Уже в седьмой раз он проводится для самых маленьких музыкантов. Для многих ребят это первое очень значимое выступление на сцене. И они, как самые настоящие артисты, исполняли роли сказочных героев, читали стихотворения, играли на музыкальных инструментах. Татьяна Михайловна с нами придумала этот рассказ. Там в этом рассказе рассказывалось о том, как солнышко разукрасило весь наш мир. В конкурсе принимать участие было не страшно, но мы волновались. Сказка «Гномик в волшебном лесу». Сказку мы придумали вместе с педагогом. Мне понравилось выступать на сцене. Я очень волновался. Мне очень нравится играть на аккордеоне, и я играю год. Красочные яркие костюмы, интересные импровизации, высокое актерское мастерство. Все это вызывало большой интерес у зрителей и жюри. Да и самим артистам понравилось выступать на сцене. Вот, например, победитель конкурса прошлого года Роман Морозов снова решил принять участие в музыкальном поединке. Его номер был, пожалуй, одним из самых ярких. Наш замысел – это цирк. Про то, что одна гимнастка все время падает с веревки. Вот приходит ее вымышленный друг кошка, говорит, что нужно вилять хвостиком, и у гимнастки начинает все получаться. Мне конкурс очень нравится. Здесь можно послушать сказку, послушать инструментальное выступление. Очень интересно. Сказка получилась удивительно доброй и по-настоящему волшебной. А в заключении конкурса маленьким артистам были вручные статуэтки Ники за призовые места. Юлия Важенина, Олег Якимов, Республика.